Базарный день. Продуктов на 5 миллионов тенге раскупили балхашцы за несколько часов ярмарки. Рейд на дороге. В Балхаше проверяют водители внутригородских и междугородних рейсов. Лучший результат. Балхашские бойцы ММА привезли медали разных достоинств чемпионата области. У нас вся команда является призерами. С начала года в Балхаше провели 10 сельскохозяйственных ярмарок. На них продали больше 40 тонн мяса, около 3 тонн овощей и фруктов. Всего реализовали продукции почти на 30 миллионов тенге. Насколько дешевле отпускают товар на ярмарке, узнавали наши корреспонденты. Большим спросом на ярмарке пользовалась мясная продукция. В выходные конину продавали по 1800 тенге за килограмм. Говядина 1700. Баранина обошлась жителям чуть больше полутора тысяч тенге. В сегодняшний день на ярмарке установлены следующие цены. Канина 1800 тенге за килограмм. Говядина 1700 тенге. В этот день балхашцы смогли купить по сниженной цене картофель, лук, морковь и капусту. Продавцы представили фрукты и молочную продукцию. Однако большой спрос был на яйца. На ярмарке за десяток просили 280 тенге. Мы приходим сюда, чтобы покупать овеси, которые нет в магазинах или дешевле тут. Яички хотел покупать. Еще? Ну еще мясо. Посмотреть, здесь дешевле, чем на базаре. При проведении ярмарки все равно бывают некоторые замечания. И для, так скажем, эти замечания в основном касаются несоблюдения цен при реализации продукции. Также иногда по качеству возникают претензии. И по поручению Акима города для устранения этих недостатков приняты некоторые меры. И одно из них, как вы сегодня видели, это установка громкоговорителей, в которых дается информация покупателям о ассортименте товара, о ценах. Также о сотрудниках Акимата, которые дежурят сегодня, и местной полицейской службы, к которой можно обратиться. Всего на ярмарке выходного дня продали больше двух тонн мяса, около тонны овощей и фруктов, 600 килограммов молочной и 800 килограммов бакалейной продукции. Общая сумма покупок балхашцев составила почти 5 миллионов тенге. Балхашские полицейские задержали в состоянии алкогольного опьянения жителя Шамкента. Мужчина заехал в город, когда направлялся из Нурсултана домой. Правонарушителя остановили ночью, как выяснилось, житель Шамкента искал больницу, чтобы другу оказали помощь. Полицейские попросили пройти медицинское освидетельствование, которое показало опьянение средней степени. Мужчина пояснил, что днем до управления авто выпил пиво, вину свою полностью признал. Суд назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток и лишения водительских прав на 7 лет. К сожалению, водители, несмотря на ужесточение закона, продолжают садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения. Также и данный правонарушитель управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Постановлением суда ему назначено административное взыскание сроком на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на 7 лет. В Балхаше проверяют водителей внутригородских и междугородних рейсов. Полицейские совместно с представителями общественности проводят акцию «Автобус». С 10 по 12 марта правоохранители будут выявлять незаконно переоборудованные автобусы. Под внимание попадут техническое состояние транспортов, перевозящих детей в учебные заведения. При выявлении нарушений полицейские составляют протокол и зафиксируют его при помощи фото- и видеотехнических средств. Сегодня исполнилось бы 75 лет известному казахстанскому актеру Куману Тастамбекову. Артист оставил неизгладимый след в истории казахского кино и театра. Куман Тастамбеков родился в 1945 году в Талдыкорганской области. Окончил актерский факультет Казахской государственной консерватории имени Курмангазы. Лауреат премии Ленинского комсомола Казахстана, кавалер ордена Курмет, кавалер ордена Парасат. Народный артист Казахстана, член Союза кинематографистов СССР. Куман Тастамбеков стал звездой, исполнив роль Тулегена в фильме «Кыжжебек». Он сыграл множество ролей в кино и театре. Каждый раз переживал образы своих героев. Последней его работой стала главная роль в спектакле из Мухана Убаева «Жюрек-жюрека Ордпай». Артист ушел из жизни в 72 года. Болгарские бойцы ММА показали лучший результат на чемпионате области. В соревновании спортсмены привезли 8 медалей разных достоинств. Чемпионат «Фанамат ММА» собрал в Караганде больше 200 участников со всей области. Всего 14 команд. Болгарские представляли 8 спортсменов. По итогам боев все завоевали призовые места. В копилке нашей сборной 5 серебряных, 2 золотых и 1 бронзовая медаль. Соревнования стали отборочными на чемпионат республики. Теперь болгарские поборются за место в сборной республики в мае, которая отправится на чемпионат мира. У нас вся команда является призерами. Это им дает возможности путевку на чемпионат республики Казахстан. И дальше уже соответственно по его итогам будет формироваться сборная республики Казахстан. Первый ответственный шаг сделали. Теперь будем ждать майских соревнований. Я надеюсь, что ребята к этому сроку будут уже в хорошей форме. На сегодня все. Следующий выпуск новостей завтра в 20.15. До свидания.